Московские старости В разукрашенном национальными флагами помещений общедоступного театра состоялось открытие Земского собора. Задача открывшегося Земского собора, по мнению председателя правительства, укрепить гибнущую русскую жизнь на клочке Приморья, ввести отсюда оздоровление всей русской земли, если не в смысле прямого, непосредственного действия, то хотя бы лишь примером. Газета «Известия в ЦИК». Пьяный разгул меркуловских казаков и матросов в Владивостоке продолжается. На днях двое пьяных казаков бросили гранату в мирно гуляющую толпу. Несколько прохожих ранено. Газета «Правда». На 24 июля на Нижегородской ярмарке зарегистрировано 170 торговых фирм. Объединенный стекольно-фарфоровый завод Центрального района отправил на ярмарку 20 вагонов фарфора. Этим товаром особенно интересуется Персия. Бухарская республика сообщила, что ею выслано 600 тысяч штук каракуля и 60 вагонов лайки и кожи. По имеющимся сведениям, германский капитал предъявит спрос на бухарский каракуль. Газета «Беднота». В воскресенье будет совершен первый полет с пассажирами по линии Москва-Нижний Новгород. С этого дня начинается регулярное воздушное сообщение по понедельникам, средам и пятницам. Цена билета – 12 тысяч рублей. Газета «Руль Берлин». Пензенский революционный трибунал рассмотрел дело Клавдии Поликарповой, Александра Пруденкова и Климовой, обвинявшихся в том, что они выдавали себя за царицу, наследника и царскую дочь. Трибунал приговорил Поликарпова и Пруденкова к расстрелу Климову и ряд соучастников к долгосрочному тюремному заключению. Газета «Власть. Труда. Иркутск». Опять атмосферное явление. Состояние погоды у нас безнадежное. Из-за этого местные радиостанции не принимают сообщения из Москвы уже целую неделю. Вряд ли еще можно найти другой пункт на земном шаре, который в течение такого долгого времени оказывается отрезанным от культурных центров. Развал работы радио полный, дальше идти некуда. Это настоящий позор республики, и пора, наконец, обратить самое серьезное внимание на постановку дела информации, без чего немыслимо никакая культурная жизнь. Об этом писали газеты 25 июля 1922 года. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok